Вот эти вот ячейки, согласно законам природы, взаимосвязаны. Это в природе все взаимосвязано, если вы знаете. А взаимосвязь какого плана? Социального, политического, экономического, культурного, духовного, нравственного, если хотите, энергетического и так далее. Вот если эти связи у людей устойчивые, стабильные, значит в обществе, в государстве стабильно. Дальше я рассуждать на эту тему не буду, я думаю, вы все понимаете сами. Если же не устойчиво, значит шатание и прочее, прочее, прочее. Я знаю, да и вы, наверное, знаете, что многие известные, талантливые люди любили очень своих матерей. Я не знаю, как он относится к Владимировичу Ленину, но известно, что он любил двух женщин. Свою мать и Арманду. Это даст Арманду. Так. Я мог бы еще и других рассказать, но дело не в этом. Как тот же, мать даже у таких людей, и то стояла на первом плане. Много прозаических произведений есть, где тоже матери занимает ведущую роль или, во всяком случае, не последнюю роль. Я думаю, многие из вас знают и прозаические произведения о матери. Ну, Алексей Максимович Горький, мать. Так, наверное, старшее поколение, когда училась в школе, проходило, читали. Знаете, что это такое? Дальше. У Сергея Александровича Есенина письмо матери, так, известное. Дальше. Наоборот, мать пишет Есенину, а потом ответ матери, так. Есть стихотворение Сергея Александровича Есенина без названия. Я, конечно, ее, значит, письмо матери я могу прочитать, значит, на память я знаю, но не в этом дело. Я думаю, что вы уже слыхали ее, как было здесь мероприятие. Так вот, это стихотворение без названия, я все-все не помню, но я помню последнюю страфу. Она так звучит. У меня, конечно, нет стихотворения. Я не написал стихотворение о матери и, наверное, уже не напишу. Почему? Потому что у меня так сложилось, что я воспитывался без матери. Но я написал большое стихотворение в 36 троф, 4-строчных, которые я назвал «Моя жизнь». Вот там я начал так. Я родился в семье небогатых. Мать не помню. Так было судьбой решено. Ну и так далее, я даже не буду читать. Вот такая история. Вот эти стихотворения, которые я хочу вам прочитать, я, по сути, Маша позвонила немножко поздновато. Пришлось вспомнить, где я чего помню и найти это дело. Так вот, я знаю достаточно и песен, и прозаических произведений о матери, и стихотворений. Вот тут у меня есть четыре стихотворения. Если хотите, все прочитаю. Если я надоел, я могу прочитать. Хотим, хотим. Давайте, давайте. Вот первое стихотворение. Наши мамы. Та весна, казалось, будет вечной. И глядят из рамочек со стен. Наши мамы в платьях подвенечных. Наши мамы юные совсем. Брови разлетаются крылата. Ни одной морщинки возле глаз. Кто теперь поверит, что когда-то наши мамы были младше нас? Мы еще в рассветных снах питаем. Мамы поднимается чуть свет. Мы опять куда-то уезжаем. Мамы долго-долго машут свет. И лежат сыновьи печали белым снегом на висках у них. Если бы матерей мы выбирали, все равно бы выбрали своих. Можете объехать всю Россию. Провести в дороге много дней. Никого не встретите красивей. Никого не встретите родней. Шлите им почаще телеграммы. Письмами старайтесь их согреть. Все на свете могут наши мамы. Только не умеют не стареть. Продолжать? Продолжать. А это уже песня. Плесковская. Мамины глаза. Мозык Мартынова. Дождинка упадет на землю, как слеза. И вдаль поманит утром нас дорога. А мамины глаза. А мамины глаза. Нам вслед посмотрят ласково и строго. Мы в поисках мечты. Меняем адреса. Нам дома письма редкие прощают. А мамины глаза. А мамины глаза. Нас в детство по привычке возвращают. Грубеют на ветру мальчишек голоса. И девочки становятся взрослее. А мамины глаза. А мамины глаза. С годами все добрее и светлее. Все в мире может быть и радость, и гроза. Не жалует судьба нас временами. А мамины глаза. А мамины глаза. Всегда следят с волнением за нами. Мать родная моя. Мать родная моя. Глаз порой не смыкала. И водила меня за село на поля. В дальний путь собрала. И на зорьке меня провожала. И расшитый ручник мне на счастье дала. И на нем пусть цветут дорогие мне краски. Заливные луга на дорожках роса. И улыбка скупая материнскую светится лаской. И печалью заботы морщинят родные глаза. Я возьму тот ручник. Ручник растелю при собою. В тихом шелесте трав поднапев соловья. И на том русичке вдруг оживет все до боли родное. Отчий дом и разлука и ласка твоя. Ну а теперь немножко фатриотического плана. Русские матери. Русские матери. Русские матери. Сколько в войну сыновей вы утратили. В горе своем седоной уделенные. Над оберисками низкосклоненные. Матери. Русские матери. Русские матери. Сердцем открытые. Как не сломились вы горем убитые. Светлой зарею взошли над Россией. Стали звездой ее негасимую. Матери. Русские матери. В белые вьюги. Цветенье смородины. Низкопоклом от ласковой родины. Вашим сынам. Что стоят оберисками. Вечная память и скорбь материнская. Матери. Русские матери. Мне хочется еще один момент отметить. Вот я во вступительном условии потерпел слово нравственность. Я думаю не все знают что это такое. Но это понятие очень объемное между прочим. Русские мова. ведь в verstehen. Продолжение следует...